так ну окей друзья давайте начинать давайте кратце представлюсь меня зовут джуков сергей есть компания байконсал директор по развитию бизнеса сегодня мы здесь собрались для того чтобы познакомиться с таким замечательным и теле инструментом от компании фан руан как find data link понимаю продукт возможно не всем компаниям нужен не все его могут использовать в работе поэтому достаточно я так вижу узкий круг у нас сегодня собрался но тем интереснее и надеюсь что здесь у нас собрались специалисты те кто интересуется продукции компании фан руан ну в частности find data link давайте тогда быстренько пробегусь по своей презентации расскажу кто мы чем мы занимаемся и потом передам слово своим коллегам разработчикам нашим которые как раз и познакомит вас спать data link ну собственно компания байконсалт мы с 2009 года на рынке бизнес аналитики у нас огромное количество внедрений в различных компаниях лидерах своих отраслях мы владеем отраслевой экспертизой в ритейле в телекоме в банках промышленности в дистрибьюторах но в общем со всеми отраслями мы работали различные сферы там финансы и логистика управление складом управление продажами маркетинг ричары то есть различные отрасли во всех компаниях знакомы нам мы первые в россии получили официальный статус партнерство с компанией фан руан на большой штат сертифицированных специалистов кстати у нас же и на сайте есть тест на котором вы можете попытать свои силы в сертификации на первую ступень разработчиков андрей ну если вы хотите более глубоко познакомиться с продукцией фан руан в частности фан бай фан репорт приходите к нам в учебный центр у нас есть курсы есть бесплатные материалы соответственно чем мы занимаемся то есть у нас поставка лицензионного пау мы работаем напрямую от вендора по ценам вендора соответственно помогаем вам внедрять фан бай фан репорт ну и сейчас расскажем про find data link обучаем делаем аудит ваших систем можем помочь разработкой би стратегии ну и соответственно подготавливаем тезе для того чтобы вы могли там хорошо и без проблем вести свой проект ну компания фан руан надеюсь вам уже знакомо это частная компания из китая основные продукты фан бай фан репорт фан бай это self-service инструмент фан репорт это больше для формирования отчетности то есть этот продукт вырос из excel и как бы изначально это такой очень сильно продвинутый excel но за те годы которые компания работает он уже очень сильно продвинулся вперед ну соответственно вот эти два основных продукта сейчас представлены на российском рынке да это наверное топовый продукт на российском рынке поскольку большая американская тройка клик табло power by ушла с российского рынка вот соответственно его внедряют крупнейшие компании в россии можно там много компаний уже назвать которые перешли соответственно там высокий уровень self-сервиса то есть сами аналитики те кто пользуется данными могут сами строить свой дашборда и подключаться к данным вот все это делается довольно легко вот но и поддержку в первую линию осуществлять биоконсал вторую линию непосредственно сам вендор они очень заинтересованы в российском рынке и действительно оперативно отвечают на запросы клиентов прислушиваются к мнению то есть есть какие-то пожелания и по поводу улучшения продукции то они активно включают это в свой roadmap соответственно в backlog включают и довольно быстро выкатывают обновление вот то что я уже говорил это бесплатные курсы то есть можете подключиться на наш youtube канал и там есть довольно много материалов по find by fan report есть бесплатный двухнедельный марафон find by кстати вот буквально я надеюсь в мае мы выпустим обновление этого марафона по версии 60 ну и также множество информации на английском языке вы можете найти непосредственно на официальном сайте самого вендоров компании fanruan вот это наши платные курсы то есть то что сейчас есть у нас есть курсы по версии 5 ой что же такое по версии 5.0 по версии 60 по администрированию и соответственно есть готовится у нас буквально тоже выпускается курс по find report ну здесь если интересно вот qr-коды соответственно можете по быстрым ссылкам перейти на технической документации наши материалы по отраслям telegram канал либо вот плейлист на ю тубе вкратце это все тогда передаю дальше слово моим коллегам хочу представить даниила он наш ведущий разработчик именно по продуктам fanruan и он вас сейчас познакомит с find data link даниила как слышно да сергей спасибо буквально сейчас тоже в двух словах я хочу план своего повествования так сказать объяснить для начала я на презентации немножечко теории дам о том что такое find data link буквально совсем немножко далее мы пройдемся по схемам работы от вендора и дальше на практике я покажу создание небольшого преобразования данных и визуализации на основе этого преобразования find bi одного небольшого графика коллеги да сразу дам пор к вопросам будут вопросы пишите в чат соответственно в конце прочитаем постараемся что сможем оперативно сможем ответим также у нас в принципе запланирован еще небольшой сюрприз это хотим пообщаться с клиентом который уже использует с прошлого года find data link задаем вопросы насколько легко и просто он освоил этот инструмент какие-то может быть особенности на подсветит в общем не отключайтесь будет интересно ну и там вопрос номер один который всегда есть на вебинарах да запись будет но просто да какое-то время это и займет на обработку видео ну надеюсь тоже в мае это уже все выложим да да не вот передайте слово да сергей прошу демонстрацию секундочку скажите видно да да что такое find data link find data link это это универсальная платформа интеграции корпоративных данных она направлена на удовлетворение потребностей сбора интеграции и управления данными как в режиме реального времени так в автономном режиме в контексте больших данных и еще и слоу кода обеспечивает возможность быстрого подключения интеграции различных источников коих немало в современных больших компаниях с высокой гибкостью разработки данных и tl дает пользователям возможность осуществлять передачу данных режиме как я уже говорил реального времени запланированное обновление данных управление данными и любые другие сложные комбинированные сценарии и все это представлено в одной удобной платформе вся эта поддержка трансформации корпоративных данных это очень удобно и здорово и просто для разработчиков сейчас на слайде я прошу обратить ваше внимание на такие верхние верхние уровневые схемы взаимодействия с продуктом первое это когда мы подключаемся к базе данных и на стороне find data link делаем какие-то преобразования и загружаем обратно данные в базу данных в виде отдельной схемы отдельной таблицы там и так далее второй вариант когда мы собираем данные из разных источников и то же самое с find data link возвращаем их обратно в базу данных и такой как бы третий вариант сквозной когда мы используем базу данных и через find data link через какие-то преобразования тянем данные find report также сам этот продукт find data link он может устанавливаться как отдельное предложение так и интегрироваться в find report вот дальше сценарий использования от вендора который я говорил это там первая автоматическая синхронизация данных режиме реального времени между доменами и кросс бизнесом то есть мы видим здесь большое количество данных которые путем преобразований выдает нам необходимый результат далее через api подключение создание ресурсов корпоративного уровня или обмена ими со всем этим можно будет ознакомиться в данной презентации либо в документации вендора сас коннектор и для автоматизации бизнес-процессов и также безопасная стабильная междуменная передача которая экономит затраты на частную линию тут описан доступ к данным данные пользователей доступ к данным через extra net вот то есть с этим совсем можно будет подробнее ознакомиться на сайте вендора и с теоретической частью собственно говоря я закончил теперь минутку теперь перейдем к практике точно так же выглядит find data link как собственно графа энди и файл порт очень походный портет find by то есть также он запускается на вашей машине либо локально либо на сервере и через браузер осуществляется подключение к нему мы имеем верхние уровни вкладки homepage pipeline data development data service и task ondm то есть то же самое что мы имели find by вот find by мы можем вверху увидеть вкладочки но варианты использования разные как я уже говорил и то есть вот эти вкладки мы видим когда у нас продукт установлен отдельно то есть совсем обособлено и вместо public data когда мы открываем find by тут у нас будет data development установлена вкладка и через нее мы будем осуществлять преобразование данных вот собственно говоря что касается опять же find data link а на вкладке homepage мы видим мониторинг системы наши какие таски у нас запущены какие процессы и так далее и тому подобное на вкладке pipeline мы осуществляем миграции данных какие-то другие логики процессы на вкладке data development мы занимаемся вот основным на которой та вкладка на которой мы сегодня остановимся более подробно здесь мы занимаемся именно вот преобразованиями данных собственно гротими и телепроцессами о которых мы говорим дальше вкладка дата сервис здесь осуществляется передача данных через api и таск это контроль именно заданий ну контроль задач контроль за их выполнением там может это ошибки мониторить загрузку системы и так далее дальше более конкретно мы остановимся на вкладке data development здесь мы также можем создавать задачи и вот на примере одной из я сейчас покажу как у нас это организовано слева на вкладке general мы видим возможность подключаться к данным просто просматривать их либо без всяких процессов перезаписывать их другие источники data transformation эта вкладка которая позволяет собственно для трансформировать данные вот она здесь находится то есть это нода мы проваливаемся в нее и дальше уже занимаемся преобразованием таким более более узким далее из верхнеуровневая это из верхнеуровневого мы можем использовать и скрипты shell bad python скрипты и так далее процессинговые ноды например мы можем какие-то процессы зациклить то есть осуществить все все сложные потребности которые нам необходимы вот сейчас я предлагаю остановиться на вкладке data transformation и зайти в нее когда мы проваливаемся внутрь этой вкладки мы видим различные входы данных data input да мы можем подключаться к базе данных копии файлы просто подгружать и многие другие возможности добавления данных далее data output это то что мы получим на выходе после всех преобразований join и трансформации тут все понятно просто ничего сложного в этом нет далее конкретный пример на котором я хотел бы показать именно вот работу и взаимодействие с fine by и с данными эти ноды мы просто вытаскиваем вот сюда на рабочую область и у нас открывается настройка конкретно этой ноды на первой вкладке но вот information здесь у нас просто мы можем давать наименование этой ноды дальше data source мы тут подгружаем источник данных которые у нас есть в данном случае у нас это postgres база данных мы выбираем после спл нашу базу данных текст connection на всякий случай connection success все хорошо далее мы видим наши схемы в нашей базе данных выбираем нужную и в нужной схеме уже выбираем ту сущность которую нам нужна соответственно продукт формирует такой сквейли запрос который мы можем посмотреть как отработал на вкладке data preview вот что мы получили обратившись нашей базе данных select from nbi категория то есть мы получили табличку категории сейчас я эту ноду удалю таким образом который сейчас показал я вытянул из базы данных одну сущность это order details и вторую сущность это продукт далее для того чтобы мне соединить данные я воспользовался нодой одной из нод join а вот конкретно вот этой также вынесли просто на рабочую область и вот просто вот этими нодами сейчас покажу на отдельный просто соединил и дальше уже вот то есть настолько все просто и дальше уже сейчас покажу на вкладке join что конкретно было сделано с данными открываем вкладку также первое вернее ноду также первая вкладка на этой ноде это информация где мы можем задать понятное имя и описание это очень удобно и далее по умолчанию он сам не находит таблицы пока ну то есть поля по которым нам нужно связать таблицы это необходимо делать вручную ну и соответственно это позволяет гораздо сильнее контролировать этот процесс понимать что ничего не соединиться не так как нужно то есть с левой таблицы мы выбираем поле по которым мы соединяем и правая таблица выбираем поле нажимаем окей у нас произошел join и также на дата превью мы можем это видеть также мы можем соединять несколько join of то есть не один не два там большое количество таблиц соединять и на выходе получать одну большую плоскую таблицу после того как мы предположим что это все преобразования которые нам необходимы были для упрощения процесса повествования далее мы выбираем data output что нам нужно получить на выходе в данном случае мы хотим получить запись таблицы в базу данных эта нода выглядит первая вкладка точно так же это номинование и далее мы выбираем какую базу данных в какую схему мы подгружаем таблицу мы ее можем вот по новому назвать вернее задать просто и название и в методе записи мы можем выбрать что мы либо записываем новую таблицу либо переписываем добавляем данные либо удаляем текущую таблицу и заменяем полностью новой все после того как мы это все настроили мы нажимаем вот на этих настройках data transformation save и вот здесь на этой вкладке мы нажимаем кнопку run сейчас я нажимать не буду и после того как мы нажимаем кнопку run весь этот процесс и вся эта логика запускается да понятно здесь она простая и в общем простая но когда она сложная вот вся логика которая описана внутри data transformation которая снаружи у нас присутствует вся она выполняется после нажатия кнопки run все после того ну как мы можем убедиться что у нас запись прошла через data sync подключиться к нашей базе данных схема и проверить что вот на самом деле таблица я ее вот так назвал or it is product мы можем убедиться что она у нас подгружена записана и с ней все в порядке через кнопочку data preview вот то есть все у нас хорошо все записалось мы можем дальше работать с этой базой данных после этого мы переходим на find bi если у нас не настроено подключение к этой базе данных мы создаем подключение пример подключения показывать не буду потому что там наши креды как подключаться к данным я думаю мы знаем либо выяснить можем несложно далее после этого нам необходимо получить данные именно вот sql запросам из той схемы в которую мы подгрузили эту таблицу проверяем и видим что таблица у нас полностью потянулась полностью записана в этом плане все у нас хорошо после того как на вкладке паблик дейта мы добавили sql с том эту таблицу из нашей базы данных которую мы записали на find data link мы переходим на нашу визуализацию и подгружаем эти данные вот у нас здесь сейчас эти данные показаны да также по поводу забыл по поводу типов данных здесь на выходе мы можем задавать каждому полю свой тип данных ну другой то есть менять который будет записан в базу данных это очень удобно все далее мы подгрузили данные и можем идти на компонент и с данными работой тут все просто и понятно например вот мы показываем количество количество товаров там папа по продуктовым по продуктам вот и визуализируем это на нашем дешборде и в принципе получается все быстро понятно и просто вот и наверное на этом заказ я свой завершу так спасибо спасибо даниил может быть какие-то вопросы да пока в чате ничего не увидел коллеги если какие то вопросы у него продукт новый надо руками пощупать посмотреть по ощущениям то что по крайней мере нам китайцы говорили они вдохновлялись конечно лучшими мировыми практиками в частности они опирались на такой продукт информатика довольно известный вот в кругах что называется и теле вот что что-то конечно наверное вам напомнила табло преп вот но в целом в целом продукт интересный походит на дельта пишет валентин ну наверное смотрите как бы конечно все продукты по из визуальному идею ну наверное да сложно что-то там радикально новое придумать вот так александр спрашивает функциональные отличия от аналогов например от пентаха и других коллеги что-то можете прокомментировать может какие-то подсветить особенности на самом деле наверное данном этапе нет потому что с пентаха и другими не работал да ну на самом деле тут надо сказать что продукт довольно новый то есть мы и find data link если честно только начинаем работу вот официально в бета-тест стали выдавать наши китайские партнеры его только в конце прошлого года вот соответственно мы его сейчас вот изучили и сейчас начинаем только предлагать нашим клиентам для работы вот поэтому ну наверное да пока пока рановато говорить о сравнении с продуктами так сколько стоит и чем лучше лоджином а ну сколько стоит вопрос в настоящий момент цена на него вендором озвучено 150 тысяч юаней это при подписке за год на одного пользователя соответственно да вы можете покупать а это никак не привязано количеству ваших пользователей fine bi или fine report то есть вы можете если у вас один или там условно два человека в компании занимаются вот управлением потоком данных то вы можете купить одну-две лицензии и соответственно использовать их своей работе ну сравнение с лоджиномом давайте тоже да оставим пока на наши что называется следующие вебинары надеюсь мы ли мы или вместе с коллегами сделаем какую-нибудь прожарку выберем наиболее да ну наверное да лоджином в этом плане выглядит наиболее адекватная история потому что он до доступен сейчас всем клиентам в россии в отличие от того же пентаха вот давайте дождемся следующих наших анонсов по событиям анатолий спрашивает можно ли в качестве источника для find data link использовать датасеты из find bi из public data да вопрос хороший на самом деле если использовать интегрировано с find bi этот инструмент find data link то наверное надо смотреть и более точно мы конечно узнаем и вернемся с ответом но в том варианте когда у нас отдельно это развернуто то есть вот ну в том варианте в котором я сейчас показывал и я работал вот на этом примере то там нет то есть там мы можем подключаться к разным источникам к разным данным но вот именно чтобы к find bi наверное нет я же говорю но мы можем уточнить у вендора вернуться с ответом потому что разные варианты развертывания то есть до установки этого продукта они могут по-разному как бы влиять на это поэтому так спасибо возможно ли связать через джойн таблицы из разных источников из разных баз данных например одна будет из гринплама вторая с кликхауса и эти таблицы расположены на разных серверах на разных виртуальных машинах ну да конечно в том то ну как бы и смысл данного инструмента что он может объединять различные базы данных различные источники то есть да да все верно можно отлично можно ли запускать задание из командной строки ну или есть какой-то другой способ запуска по расписанию ну запуск по расписанию имеется но не из командной строки из функционала самого непосредственно инструмента то есть но если я правильно понял вопрос можно ли вместо условно нажатия кнопки run бесконечный до настроить этот процесс чтобы он либо по расписанию как-то происходил либо а ну по расписанию собственно да да конечно это можно настроить это делается из функционала точно также очень удобно и понятно но более подробно ответить наверное сейчас и показать не получится так отлично и был еще проще секунду соскочил так 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 чатик чатик так и вот чатик так если инкрементальное обновление можно ли сделать инкрементальную загрузку данных обновлять данным по частям алло алло даниил не слышим тебя у тебя микрофон включен прошу прощения я уже столько текста сказал да да можно но вполне да логично это на самом деле базовый инструмент базовый функционал для такого рода инструментов так можно ли настроить таски триггеры точно на практике я не не пробовал и не смотрел но наверняка давайте запишем да 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 точно мы вернемся с ответом но пока я склоняюсь положительную сторону записал так коллеги если еще вопросики так вот дополнение от екатерина по поводу тасков триггеров в плане трансформации какие преобразования просто отдельный вопрос отдельный вопрос да можете задать голосом конечно да вот интерфейс вообще очень похож на тот который мы видим find by и такие же преобразования все на уровне кнопок хотелось бы понять а что в нем есть такого не говорят про запись база данных про возможность использования других платформах что есть такого чего из трансформации мы не можем сделать find by да и катерина спасибо за вопрос на самом деле вы абсолютно правы что продукт максимально похож и по поводу преобразования данных если сравнивать только преобразование то я так выделить не смогу но конечно и больше там и на практике мы поймем что ну зачем в общем основное зачем нам нужен этот инструмент чтобы использовать все эти преобразования удобно с разными источниками и записью в бд но вот именно какие конкретно отличия я на данный момент сказать не готов и я бы не сравнивал то есть если у нас есть условно да там один источник или два которые никак между собой не конфликтуют то конечно наверное find by нам будет достаточно трансформации его данных потому что этот продукт тоже полностью самодостаточный и классный и все здорово но когда у нас большое количество разных источников разных данных и вот преобразование на этом уровне всех этих источников ну оно все-таки более вот и запись обратно например да она гораздо более удобней реализованная через find это линк потому что все через low код делается все драгон дробом и нодами вот поэтому ответ мой будет наверное такой на данный вопрос потому что если вот так вслепую сравнивать то конечно наверное больших прям супер отличий мы не увидим но в купе купе конечно инструмент чуть немножко для другого предназначен поэтому основное моего преимущества это да получение из разных источников данные и запись их поняла можно еще последний вопрос возможно только low код либо может быть еще можно как-то самостоятельно скрипт писать на платформе мы можем запрашивать ну на данный момент наверное это вы имеете ввиду в базам данных как мы можем обращаться и какие данные дотянуть не в базам да вы показывали что там просто да какие-то там элементы перетаскиваете и у вас там платформа видимо сама формирует какой-то скрипт а можно ли просто чтобы был инструмент для вручного ввода кода чтобы там было писание синтакс который нужно использовать чтобы разработчик мог самостоятельно такой код формировать очень хороший конечно вопрос но на данный момент не готов ответить так а это не то же самое что в собственно файн-репорте же есть вы можете там какие-то ну там писать прямо из файн-репорта за сквельные запросы в базу это не тоже мы не про сквель именно именно реализация всех этих процессов не через там условно драг-н-дроп и драг-н-дроп и всю эту оболочку а именно кодом понятным и простым ну как бы для разработчика да чтобы не вникать в интерфейсы там лишние и так далее я так понял вопрос поэтому наверное надо будет тоже его записать и вернуться с ответом потому что актуально для некоторых пользователей разработчиков это может быть спасибо да ну кстати да еще небольшое там замечание дополнение продукт действительно новый действительно активно развивается то есть буквально каждые две недели выходит какое-то обновление по продукту то есть довольно большие ресурсы китайцы сейчас вкладывают в этот продукт и ну собственно действительно он мощными темпами развивается растет поэтому ну тоже это надо учитывать в работе так вопрос от анатолия тестировали ли работу с пайтоном да анатолий пока нет но подразумевает что она есть нет конечно это понятно что она есть но пока да не сами не пробовали не пробовали да так вопрос от владимира будут ли доступны пробные демо лицензии на тестирование для уже купивших fine by fine report да конечно обращайтесь давайте да я запишу сейчас в чатик собственно почта простая инфа собака by consult.ru обращайтесь с запросами можно будет получить естественно тестовые лицензии так так сейчас секунду вот для всех напишу вот такой вот почта так коллег если там на нет вопросиков можем слегка прерваться и переключиться вот нас подключился дмитрий федоров он уже как я говорил с прошлого года работает с этим продуктом вот соответственно надеюсь поделится с нами каким-то опытом расскажет свое видение по этому продукту ну и дальше да если будут еще какие то вопросы сможем тоже дальше продолжится если вопросов и ответов дмитрий как слышно слышно отлично спасибо как меня слышно да слышно добрый день да да спасибо всем что вы дождались скажите пожалуйста да что то будете показывать да я думаю что и как-то за меня нет но раз я такой живой и прибежал с работы то я вам и покажу как штука работает почему нет демонстрация виден ли мой экран да что-то пошло но пишут извините вы не можете а вот все пошло страшно пусть будет так сейчас погодите польюсь по и датали исторически мы мы это банк уралсип сидели на табло и у нас разумеется был табло преп у нас пользовался успехом сейчас генеральский эффект много людей смотрят стесняется загрузиться того при пользовался как это у нас было много в нем довольно сложных задач и когда мы перешли на файл то ну блин припад валился что делать ничего не делать и там какое-то время люди какие-то вещи переписывали какие-то вещи упадли горку какие-то вещи отвалились полностью и когда вышел прип когда стало известно что есть такая штука как припаю можно посмотреть то мы конечно в нее тут же погрузились и она нам понравилось хотя их как и есть нюансы первое что эта штука которая эта вещь которая позволяет использовать финанские данные публиковать данные файл это это блин шикарно потому что этого очень не хватало как-то переливать переливать дата сеток чем показалось что при как там что find a link он лучше припа лучше припав тоже позволяет делать не только это но и совершенно какие-то безумные вещи например мы там через преп давайте для примера чтобы быть не голословным делали рассылку рассылка она кажется в архиве уже подожди а например мы делали рассылку по актуализации контента то есть нам нужно было каждому разработчику послать письмо с информацией о том какие у него таблицы давно не используются и вот вот этот преп тоже может то есть какие-то совершенно ну наверное стандартные для дата для управления данными для промышленных и те вещей но не стандартные для тех вещей которые были встроены стандартные бери и вот тут он раз в один секунд просто направляет письмо со списком все по-взрослому это на самом деле очень круто еще при используется как по традиции для связки различных баз данных там где по какой-то причине это нельзя сделать для совсем разнородные и такие вещи но по факту мы по сути используется только из-под администратора то есть некая учетка которая который в банке 1 понимаете и все эти задачи они так или иначе сами половина задач припе это задачи на управление сервером то есть все файны есть а пишка при замечательно работает с а пишкой и например у нас есть куча задач вида обработать данные запусти потом припедридер пробегись раз в неделю посмотри дата сета которые никто не смотрел с ними из публикации и приложив корзину вот 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 что такое то есть по сути это такое правильное гибкое средство для администрирования сервера для нас в первую очередь но при этом хочется отметить что с файном он работает хотя встроен он кажется немного странно и насколько понимают отдельно все-таки приложение изначально хочется отметить что он явно сделан другой команды по интерфейсу интерфейс припал лучше вообще конфета не знаю что вам показать сергей спроси меня пожалуйста чего-нибудь да сложно что-то сходу придумать но действительно не вот то что ты рассказываешь да по рассылкам то что да все это пару кликов делается это здорово ну ты не знаю ребят вот был вопрос сейчас в чате и все таки да почему нам надо покупать собственно find datalink чего нам чего мы не можем сделать find bi да что нам позволяет делать datalink но собственно вот это основной вопрос вы можете строить вы сможете строить более сложные модели обработки данных со светистой логикой ну то есть самое самый простой какой-нибудь триггер на то что не обновлять данные если они не обновились или там раз в пять секунд проверять какой-нибудь флаг в базе данных его обновлять вы можете дергать через api внешнюю какие-то данные с сайта который вам нужен и заливать их в ту же базу что в обычном файле сделать но вообще никак не можете для этого нужно что-то еще со фишками при тоже работает в принципе вот замечательно вы можете там делать какие-то вообще сложные вещи а я знаю что в следующих версиях война обещали при python python дата сет и текущей версии файна python дата сетов нет а задача есть их никто не отменял и например у нас есть так как бы мне не засветить на записи клип назад на записи ключ дать дать я не буду поэтому раскрывать потому что он написан профессиональным разработчиком подождите я на соседнем окошке проверю нет ли тут персональных данных и и перетащу к вам есть я промотаю туда куда да где их нет да то есть вот тут есть секунду тут есть вот такой вот мега скрипт который там на 300 с чем-то строк python кода который что-то делает с системы опросов который который банк использует и чтобы не погружать руками то есть они это скачивают обрабатывают то есть если человек знает панда знает python то вы этого человека можете встроить свою бей как-то бей вселенную и он тоже будет полезен собственно вот это препозволяет из еще интересного сейчас дайте подумать ну он делает процесс управляемым потому что до файне вы можете настроить какое-то расписание и да вам будет приходить оповещение о том что что-то пошло не так в find data link и вы можете делать крутое расписание который вам будет рассказывать о том что пошло не так 18 способами и и в том числе говоришь что что-то пошло так иногда тоже бывает полезно то есть вот это сочетание опишки файновской плюс find data link она у нас работает в полный рост это это круто очень рекомендую я знаю но все таки преп это был ну я знаю довольно там может быть грубо скажу начального уровня и теле инструмента а если более продвинутыми и теле инструментами сравнивать это линк там какие ощущения учатся вот здесь спрашивали про пентаха про лоссийский лоджином ну вот тут проблема лоджином я видел к ним я видел мне find data link понравился больше потому что он какой-нибудь оранж сейчас как называется по мне так find data link логичнее чем в джинном потому что вы джинном они такие выкатываются ну вот вот тебе типа элементарные кусочки а вот тут хочешь давай платить то есть наверное за find это линк тоже надо платить но зато он встроенный и потом как-то у нас работает симбиозе с файном а лоджином ну там тут можно сделать очень много вещей не зная никого пайтона в джиноме нет это в оранж в оранжа нужно сильно знать пайтон потому что я не помню просто мы его не используем извините нет ну на самом деле да когда от одного вендора на одной платформе собственно продукты ну всякое там очевидно у них больше что называется compatibility то есть они дружат с друг другом намного лучше чем разнородные продукты да так не поспоришь да действительно спора нет наверное меня самая главная претензия это то как он встроен файл вот если про минусы то что если это не отдельное приложение как find data link а это настроенный файл то тут есть нюансы ну например с управлением доступами вот если у меня было бы много пользователей то я бы скорее всего попал странную ситуацию потому что я не мог бы например как это сейчас перемешивая насколько я помню у меня не было бы такой гибкости по настройке каких-то своих песочниц сейчас дайте проверим насколько я помню во всех случаях это было в предыдущей версии но так у нас один пользователь то мне сейчас на это забили ну не забили нам просто не нужно на секунду а ну да я могу просто сказать что могу я разрешить всем датодевеллентом или не могу и там как-то не очень гибко не настроен да да то есть мы привыкли что файл блин вот плане доступов очень гибкая штука а find data link почему-то нет я надеюсь что в отдельно стоящем приложении это исправлено но вот наверное это главная претензия который существует в остальном отличный продукт рекомендуем дмитрий подскажи пожалуйста как вы изучали насколько легко было изучить или все что называть там интуитивно понятно поработав с китайскими продуктами уже нет на самом деле наверное можно сказать что это претензия просто да привыкли работать с китайскими продуктами видел я документации и получше а хуже тоже видел но вот лучше бывает и там некоторые вещи ну пришлось находить самим вот откровенно скажу там например очень есть классная штука циклы сейчас где-то они здесь были и вот эти циклы они ну на мой взгляд не самым очевидным образом взаимодействует с параметрами то есть какова идея что между элементами вот это верхнего дерева ты можешь передавать данные через параметры ты можешь по параметру запустить цикл как заставить цикл сейчас отрабатывать по этому параметру и как этот параметр внутри цикла парсится это вот не самая тривиальная вещь и она странно отлаживаемая то есть она работает в итоге но до этого приходилось прямо тыкаться тыкаться искать как-то сделать и тут конечно было бы гораздо лучше потому что некоторые вещи они в документации не описаны в итоге мы при работе с файном читаем просто китайскую документацию переводе браузера так почему-то получается надежнее чем английскую но вот просто она недостаточно подробно особенно в каких-то таких нюансах ну просто видимо китайцы еще да даже китайские наверное документацию не успевают за продуктом выкладывать есть такое есть маленько да но на самом деле ну вот я знаю у нас как официального партнера ведущего соответственно есть отдельный отдельный канал коммуникации именно по find data link соответственно там сидят отдельные люди и они отдельно там быстро что называется именно профессионально отвечает именно по find data link вот поэтому ну не стоит бояться игр можно брать пробовать тестовой лицензии есть пробовать задавать вопросы там классно логи сделано то есть вот у тебя там что-то нет в общем нет штука хорошая штука хорошая именно по тому что ты с ним можешь сделать ну да некоторые вещи надо исследовать у меня глобально все да да спасибо дмитрий на самом деле да очень здоровское дополнение спасибо большое ну реально было интересно и полезно да на реальном опыте и все это насколько я понимаю вот в этом чуть ли не с декабря да все это начали у себя работу то есть по сути можно сказать пять месяцев там четыре пять месяцев да нет на самом деле у нас когда больше самый первый суда мне кажется что мы еще в августе когда вот я это совсем тест-тест да китайцы все в офисе выяснилось у нас просто ну нас классные эти ребята они мониторят не по документации а по факту выхода версий они сказали о смотри там новый jar библиотеки появились что-то чуть-чуть что такое find data link они говорят ну ну вот это такая что пошло вам интересно да конечно интересно и вот мы то развернули тестовую версию и по моему в декабре мы ее даже уже купили и с ним ноября да но он тогда да это просто он еще даже тогда даже data link мне назывался он и тогда был data tube или как-то так он назывался да 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 что такое да было data link он стал относительно недавно отлично спасибо так тогда я не знаю либо дмитрий либо даниил помогайте вот еще пара вопросов ограничения до ограничения на количество обрабатываемых строк возможно то есть вот спрашивает возможно ли работа с объемами под 2 миллиарда строк то есть насколько у вас много там данных каким насколько больше объем переваривать data link мы не столкнулись 2 миллиарда у нас не было никогда ну там по-моему максимально сейчас через data link гоняется это сотни миллионов то есть там сто семьдесят восемь миллионов нет 718 миллионов 718 миллионов мы для вас сделали витринку она быстро то есть с ограничением не столкнулись если оно есть вону за вот этой цифры да на самом деле меня есть а я просто хотел дополнить что на самом деле сейчас просто скоро выйдет ну как скоро где-то наверно осенью все таки наверное выйдет версия find by я новая прямо мощная новая версия в которой до миллиарды строк будет под силу обрабатывать а уж тем более таком инструмент когда-то link и подавно как бы два миллиарда строк это как совсем не проблема да и вот вопрос пара переменные окружения для ключей да они там есть то есть я прятал этот поэтому код просто потому что разработчик этого не использовал но по факту мог там есть отдельные переменные они есть на уровне как отдельно на уровне отдельных элементов на уровне блоков и можно там использовать вполне переменные как-то можно и нужно класть туда чуть-чуть информацию ни в коем случае в таком виде не оставлять на более того потом при переиспользовании этих блоков можно будет как-то переиспользовать блок с другим другой переменной это тоже нормально fine data link это хороший конструктор так вот это уже не ко мне да коммерческий вопрос планируется продажа да то ли как отдельное приложение или как встроенный плагин на самом деле ну разницы нет то есть будет продаваться и так и так вот то есть но на цене это никак не отразится поэтому ну то есть это вот сейчас на этапе тестирования да там чаще предлагаются там либо числе данил да у нас как отдельно да развернуто приложение не как интегрированная версия да сейчас у нас развернуто через томкат и развернулась так что у нас два в одном получилось поэтому а у нас интегрированная все таки ну как то получилось за на вообще по идее отдельная должна была быть ну то есть вот игры без разницы на самом деле можете запрашивать но просто в запросе надо указать именно даже как вы хотите попробовать именно как отдельное приложение либо как совместное использование там с фан-беним фан-репортом так еще вопросики коллеги ну и серия наверно у меня один небольшой вопрос в каком формате мы ответим на записанные очень классные интересные вопросы а смотри там варианты какие на самом деле у нас не очень много до участников мы можем потом подготовить просто развернутые ответы и послать каждому участнику этого мероприятия это вариант номер 1 и вариант номер 2 собственно когда мы выложим все это на youtube мы точно также в описании к видео можем эти же вопросы точно также туда же выложить чтобы последующие наши зрители да точно также сразу увидели эти ответы так что да коллеги тогда спасибо за внимание надеюсь вам продукт понравился заказываете тестовые лицензии напоминаю адрес инфа собака bioconsol точка ру пробуйте пробуйте тестируйте используйте в своей работе тогда всем хорошая вещь ах еще два новца а все еще раз цену назовите сто пятьдесят тысяч юаней сто пятьдесят тысяч юаней это подписка на год на одного пользователя все всем спасибо за внимание тогда завершаем до новых встреч всего доброго